я собираюсь делать акварельную работу и для этого планшет из арголита прикрепила бумажным скотчем лист акварельной бумаги бумажный скотч я покупала в канцтоварах это обычный малярный скотч сразу расскажу о материалах которые нам понадобятся ластик клячка это вот такой как пластилин ластиком хорошо снимает черноту если вы вдруг перетемнели рисунок и и не оставляет катышков мне очень нравится карандаш кисточки белочка синтетика и у меня линер файбер кастл 08 можно обойтись обычной шариковой ручкой просто мне нравится этот линер потому что он не размывается водой и и можно работать под акварель сначала нарисовать на рисунок линером потом уже закрасить акварель в принципе для начала я набросаю карандашом вот такой рисунок мы будем рисовать кота летящего парящего на шариках над крышами домов вот здесь мы можем еще какие-то крыши домов нарисовать абстрактные ну в общем сейчас мы этим и займемся так и счастливого кота который воспарил в небо антенны ну а дальше уже будет все зависит от вашего терпения и мастерства я просто определю место шариком это будут овалы или кружочки дети на занятии у меня делали сердечки квадратики пятилетние дети справились легко с таким заданием но опять же дети все разные кто-то может рисовать кружочки кто-то не может поэтому я рисую много сейчас кружков и какие-то из них сделаю светлее какие-то темнее за счет этого у меня появится объем на рисунке и обязательно я их пересекаю между собой потому что мне хотелось бы как раз именно этот эффект в акварели испробовать с вами как накладываясь один слой на другой сочетаются цвета я много шариков сделала и я потом еще распределю какого цвета они у меня будут обязательно чтобы цвета были сочетающиеся и в местах пересечения там будут другие оттенки заодно с детьми можно будет разобрать как один цвет накладываясь на другой будет изменяться вот в этом месте у меня будет котик это просто овал и еще один хвост можно ему радостно поднять вверх или безвольно опустить вниз здесь несколько палочек вот такие смотрите это ножки висящие котика он может у вас быть в профиль боком к вам или вот так как здесь здесь он полетит и мы его видим вид сверху здесь я сделаю ушко такое еще одну кружочек носик глазик глазик щечку усики хвостик ну и здесь вот вот такие лапки можно не рисовать кота можно просто обрисовать нарисовать кружок остальное все сделать кисточкой уже не прорисовывая вот эти мелкие детали которые могут быть сложны для малышей старшие с этим легко справиться это ну такое смешное упражнение чтобы попробовать прозрачность мы сейчас с вами намешаем лужицы разных цветов тут вы уже выбираете сами какие вам нравятся цвета формат бумаги лучше взять побольше я делаю на маленьком формате чтобы разместиться со всеми своими инструментами под камерой вот у меня формат опять но детям проще работать на большом формате и там размахнуться есть где и кружочки можно сделать побольше так вот рисунок я сделала могу его чуть-чуть поближе придвинуть да вот у меня такой летящий ну еще крыши домов я могу здесь наметить вот так вот раз там парочку таких вот трапеции треугольник это будет вот какая-нибудь башня с флюгером с флюгером рыбкой треугольничек палочка стрелочка несколько косточек вот флюгер рыбка вот такая у нас кошачья тема получилось ну здесь вот мне место свободное могу здесь антенну сделать остальное все акварели и я отложу в сторону пока свою работу я возьму яркие цвета с голубым цветом сочетаются будут сочетаться у меня розовый и желтый накладываясь один оттенок на другой я сразу делаю лужицу побольше чтобы уже не забираться коробочку с краской потому что беря краску из сразу из коробки нанося ее на поверхность листа есть риск что краска будет очень плотная не получится такого прозрачного тонкого слоя акварели который нам нужен будет для летящих прозрачных шариков и смотрите я добавила краски а теперь я просто кисточкой добавляю сюда капельки воды и краска у меня будет прозрачная на кусочки бумаги можно потом попробовать насколько у меня я прозрачная краска она не должна быть совсем еле заметной но и густой плотной тоже не должна быть для того чтобы все таки эффект шарика у нас такого прозрачного светящегося был розовый цвет и сейчас возьму обязательно краски промываете чтобы они у вас были чистых цветов нам сейчас нужны будут чистые оттенки красивые это краплак я думаю что более розовый цвет я возьму вот такой смотрите я сначала беру краску побольше набираю а потом добавляю в нее капельки воды и разбавляю что до прозрачного цвета в акварели белый белый цвет этот цвет бумаги чем прозрачнее у вас краска тем светлее будет оттенок вашего цвета а для того чтобы он был прозрачнее в него нужно добавить воды поэтому в акварель вместо белил краски мы добавляем воду вот меня получается вот такие светлые оттенки потом оранжевые сейчас не мешаю для того чтобы краска ваша быстрее расходилась перед началом работы в каждый цвет стоит добавить капельку воды и тогда вам не придется ждать и долго размачивать ее можно сбрызнуть пульверизатором опрыскивателем для цветов или художники для художников есть такие специальные маленькие пульверизаторы так добавляем опять воды капельки так такой у меня будет так побольше сюда водички добавим смешиваем воду можно менять если она у вас уже потемнело и дает цвет какой-то смотрите я разбавляю до такого вот прозрачного цвета еще намешаю желтый желтый могу даже такой холодный лимонный взять опять сначала я беру краску а потом добавляю в нее воды в побольше беру краски чтобы лужица моя была было побольше так и смотрите вода у меня грязная уже стала я ее заменю на чистую потому что желтый светлый оттенок и его легко испачкать какой-то яркой грязной водой опять разбавляю до светлого цвета потому что если взять краску сразу из баночки она может плотно лечь и не быть прозрачной а нам нужно прозрачную краску чтобы получить эффект вот такого наложения одного цвета другое чтобы через один цвет просвечивался нижний слой какой бы мне еще взять цвет но вот изумрудный красивый будет смотреться вот такой за пример еще добавляю цвета сначала опять беру цвет несколько заходов в коробочку потом кисточкой капаю и разбавляю до прозрачной лужицы большой и эту лужицу я буду использовать уже для шариков оем капнула в желтый случайно нужно аккуратнее быть для кота у меня есть оранжевый я могу этим оранжевым и воспользоваться но кстати там нужно будет уже не лужица плотная краска ну и я сейчас беру какой-нибудь один из цветов который я намешала и закрою несколько шариков но чтобы они не соприкасались друг с другом прям по сухому но очень быстро аккуратно закрашиваю беру краску из лужицу и закрашиваю один из овальчиков можно оставить небольшую дырочку вот такую как у меня здесь осталось это будет блик даже хорошо будет смотреться кисточку можно сразу взять синтетическую то что здесь капелька осталось можно наклонить планшет и капелька распределиться ровно по всему овалу вот так по наклоне планшет капелька распределилась а теперь можно отжать кисточку и такой вот отжатой кисточкой вдоль краешка провести линию мы убрали немного краски и так вот получился плик можно еще немножечко убрать вообще можно серединку немножечко сделать светлее выбрав мокрой сухой кисточкой отжатой чистой несколько раз я провожу можно немножечко подождать чтобы краска подсохла и сделать более яркий блик когда краска немножечко схватится и не будет уже дальше растекаться мы можем опять же вот такой влажной кисточкой отжатой от воды еще провести линию и у нас появится вот такой вот чудесный блик можно даже несколько бликов сделать полосочку точно так же как мы делали на на работе с лучиками света каждый раз я промываю кисточку и провожу линию детям удобнее будет работать синтетической кисточкой взрослой может попробовать могут попробовать белочкой работать она более мягкая и и приятнее работать смотрите на расстояние чтобы не пересекались эти цвета нет отрагивался один шарик до другого я выбираю шарик поодаль и делаю таким же цветом заполняю его вот такой у меня шарик прозрачный получился можно еще один шарик сделать мне кажется голубых мне хватит а может и нет может вот этот еще могу два два голубых рядышком будут потом я могу перекрасить какой-нибудь шарик в более яркий насыщенный цвет когда я буду понимать какой я хочу сделать ближе какой дальше скорее всего ближе будет вот этот рядышком который шарик который бачку закроет на дальнем плане а вот здесь у меня немножечко подсох шарик и я могу протереть блик смотрите он уже так не блестит насколько у вас подсохла краска можно определить посмотрев стала матовым пятнышко ваше если стала матовым значит вот все хорошо краска подсохла но тут опять же очень важно степень вот этой просушки понимать потому что если вы совсем уж по сухому будете делать у вас получится дырочка такая жесткими краями разводы небольшие будут вокруг пятнышко которое вы протираете ну а вот если она чуть-чуть перестала блестеть вот стала только чуть-чуть матовый вот как раз в этот момент стоит убрать лишнюю краску и тогда у нас получится но обязательно протирайте отжимайте кисточку чтобы вас капли там не пошла потому что от воды получается другой эффект не тот который нам нужен краска разбежится лучиками а нам нужен плавный переход от светлого к темному и за счет этого у нас появится объем в шариках протереть можно прям до белого вот здесь кстати я немножечко пересушил и шарик и у меня получилось такое пятно белое с жесткими краешками но это все поправим и можно вторым слоем пройти опять жду когда сохнет следующий беру цвет но вот мне хочется желтый например вот этот шарик у меня будет желтым или вот этот аккуратно закрашиваю кружочек не больше в голубых тонах будет детям можно всего лишь два-три шарика сделать это я уже так решила для себя побольше крутить шариков здесь оранжевые сделаю аккуратно по краю смотрите чтобы дети не закрашивали поперек а вот так пусть они закрашивают по кругу тогда тогда меньше вероятность того что вы испортите форму круга когда начнете закрывать цвет мой кисточку отжимаю и в желтом я могу также плит протереть самое главное не торопиться и если вы работаете с маленькими детишками рисуете договориться с ними заранее что будете аккуратно закрашивать кружочки или овальчике не будете торопиться и у вас есть задача подождать немножечко пока подсохнет один слой эта работа может быть может состоять из двух или трех этапов даже в этом месте я сделаю розовый шарик смотрите я беру цвет сразу из лужицы лужицы у меня уже намешано определенного оттенка вот такого светлого розового и поэтому у меня не будет жестких мазков будто процарапано на меня плавно растекается краска по всему овальчику облик я протираю после того как чуть-чуть подсохла краска сейчас пока мне нужно подождать второй слой шариков вот этих я буду делать после того как просохнет 1 хорошо просохнет вот прям совсем ни одного блика не останется блестящего то есть абсолютно сухой должен быть вот здесь вот лист пока сохнет пока сохнут шарики я сделаю мокрым пятно чуть больше чем кот это у меня бумага раз хлопок я не помню точно плотности и и может быть даже не 300 грамм может потоньше но она не быстро сохнет впитывается хорошо вода я жду когда чуть-чуть матовая станет поверхность чтобы краска не растекалась очень сильно в стороны в этот момент я могу намешать более густой цвет я просто возьму с краю намешаю в краешке лужица насыщенный яркий цвет рыжий и могу в центре посмотреть как уже течет краска у акварели есть такая особенность то что вот сейчас она растеклась это еще ничего не значит она еще какое-то время может быть несколько минут будет расползаться в стороны видите все больше больше становится пятно поэтому если вы хотите чтобы краска осталась в границах вот этого овала вам нужно на небольшом расстоянии закрашивать от контура вот сейчас мне нравится степень просушки обратите внимание что кисточка ваша с краской не должна быть очень влажной на ней не должно висеть капли вот хвост мне кажется он подсох уже так хорошо смотрите краска разбегается и становится становится пушистым наш котик вот ножки я буду рисовать прям совсем сухой кисточкой вот ножки я буду рисовать прям совсем сухой кисточкой а вот эти лапки можно взять в ватную палочку и поставить три кружочка прям прямо отпечатать три кружочка я эти кружочки рисую аккуратно кончиком кисточки вот тут у меня одно ухо торчит я его тоже могу нарисовать оно уже сильно не расползется потому что в этом месте подсыхает краска пока краска у нас не очень хорошо не очень высохла я возьму белила и щечку коту делаю белым она как раз расползется по влажной поверхности еще могу сделать белой глазки просто палочкой тут краска уже высохла поэтому могу сделать белыми белилами еще поярче сделаю щечку ему белую и в ушках могу сделать еще полосочки вот краска почти подсохла вот у меня подсохла нижняя часть шариков и я продолжаю делать рисунок накладываю следующий слой шаров обязательно я должна подумать о том какой цвет у меня получится вот здесь пересекаясь с голубым например с голубым хорошо пересекается сочетается желтый можно взять тот же розовый или зеленый ну допустим здесь у меня розовый есть я могу сюда добавить чтобы как-то вот так равноценно это все размещалось сюда я например зеленый добавить не могу потому что зеленый с красным и оранжевым даст не очень чистый цвет в принципе он тут может быть вот зеленый у меня может быть здесь может быть здесь здесь у меня значит может быть еще желтый потому что желтый с зеленым с голубым хорошо сочетается а в этом месте я могу добавить как еще оранжевый так и а вот лиловый еще красивый цвет я могу его добавить такой фиолетовый хотя с оранжевым он не очень хорошо смешивается но такой больше в розовый могу дать или ярко синий допустим я постараюсь сейчас цвета сделать насыщенней а для этого я добавлю еще немного цвета в раствор сделаю немного его ярче да это первый у меня слой был очень светлый второй слой мне будет поярче я ярче не мешаю желтый ну вот кстати желтый я сейчас и сделаю вот сюда смотрите пересекаясь с голубым в этом в этом месте он станет зеленее да у меня будет получается еще один слой потому что вот этот шарик я не могу сейчас закрашивать пока у меня не просох желтый шарик по краю я могу немножечко больше добавить цвета прям даже такой более плотный возьму цвет отдельно немножечко намешаю и вот так капельками добавлю по краю по мокрому этот цвет разойдется по краешку он будет немного плотнее за счет этого появится дополнительный объем пожалуй здесь сделаю ярко-синий и к моему вот этому голубому добавлю тут у меня есть голубой другой цвет синий такой более яркий смешаю смотрите у меня такой насыщенный цвет получился но все равно он прозрачный он будет прозрачнее если бы не того цвета если бы я брала сразу из коробочки и аккуратно заполняю вот этот смотрите через шарик у меня виден нижний слой границы не размываются потому что они уже хорошо просохли и краска не смывается уже нижний слой не размывается я жду когда подсохнет цвет отжимаю кисточку и желтый у меня немножечко подсох опять делаю блик помните как мы делали на первом слое эти же шарики тоже у меня должны быть объемными я протираю и делаю блик по центру могу больше протереть даже вот отсюда у меня будет лучше виден голубой а в этот цвет я по краю вот так буквально точечки поставлю немножечко добавлю больше цвета этот цвет разойдется сейчас по мокрому он расползется внутрь за счет этого шарик наш будет смотреться объемнее а в серединке наоборот такой блик протру чтобы он блестел вот опять немножечко передержал ее пересохла краска по краешку сейчас мы его можно конечно протирать сразу не ждать пока подсохнет краска буквально несколько несколько раз проводить уже по такой по совсем мокрой краске она придется будет но вот так он все равно получился прозрачный можно сделать не один вариант а несколько учитывая ошибки первого опыта вашего еще один могу шарик сделать вот этот да он соприкасается уже с просохшими пятнышками этот шарик сделаю оранжевым хорошенечко отмыл и кисточку оранжевую я могу еще добавить немножечко в этот цвет чтобы он был насыщенным больше и обратите внимание что насыщенные цвета яркие более яркие они смотрятся ближе они выглядят эти шарики выглядят как будто они находятся ближе к нам чем более бледные шарики за счет этого мы создаем иллюзию объема глубины пространство мне хочется чтобы он был немножечко больше я выхожу за рамки рисунка контура карандаш ну вот опять и я по краю сейчас возьму прям погуще цвет по краю опять же пройдусь сразу в мокрые добавлю цвета погуще по краю так просто или полосочку проведите или точечками можно набрать для того чтобы цвет ярче был по краешку с плавным переходом и отжимаем кисточку моем сначала отжимаем и протираем блик так же как мы делали с вами лучки в предыдущей работе марафона светящиеся лучики если вы рисуете на дешевой целлюлозной бумаге нужно учитывать то что она очень быстро сохнет поэтому все блики протираете сразу и сразу же добавляете по контуру цвету пока у нас шарики сохнут я могу немножечко доработать кота мне хотелось бы чтобы он у меня был полосатым а полосочки я ему сделаю белым поэтому сверху опять чуть дальше захожу за кота увлажняю вот этот кусок долго не тру буквально два раза махнула сверху кот у меня уже просохший был поэтому краска не размоется если вы легко мазнете кисточкой широкой или губкой но опять же нужно совершенно не нажимая только чуть-чуть вот чтобы увлажнить опять жду когда подсохнет чуть-чуть впитается краска для того чтобы она очень сильно не разбегалась в стороны в это время могу намешать оттенок такой вот с желтым смешаю белила для полосок которые будут на коте можно белым просто сделать можно черным сделать полоски мне хочется светлое сделать так еще очень сильно у меня блести тут кончик хвоста только там чуть-чуть схватился вот такой он у меня полосатый будет могу даже ножки полосатые немножко сделать точечки такие добавить брюшка можно побольше светлым ему сделать вот щечку ему можно попушистее сделать так сказать она сейчас по мокрому расползется такими лучиками в разные стороны сделать ему пушистую мордочку и ушки вот пусть пока он расползается так стихонечко ждем когда подсохнет у меня еще не подсохли шарики ну кстати вот этот шарик я могу уже сделать у меня оранжевый еще не подсох но вот этот шарик не соприкасается с оранжевым так поэтому мне не страшно я могу его сделать вот зеленый у меня остался сейчас сделаю его по нас еще не только еще один зеленый шарик сделаю заодно с детьми можно повторить цвета вот так занимаюсь регулярно живописью у вас нет необходимости какие-то специальные упражнения для изучения цвета с ребенком проходить потому что совершенно не непринужденно они учат эти цвета причем более сложные названия такие как охра это песочный цвет и даже такие сумасшедшие названия как неаполитанское желтое розовый кинкридон могут выучить потому что это у вас постоянно постоянно употребляется и поэтому вот здесь могу еще один шарик добавить и дети же все легко схватывают тем более в маленьком возрасте опять блик по краю я добавила более густую краску разводы в акварели это нормальная практика что если вдруг у вас там вот как здесь допустим не очень плавный переход получился ничего страшного акварель она все-таки подразумевает такую условность вот мне желтый хочется немножечко объемнее сделать там мне сейчас оранжевый подсохнет и я сверху еще раз пойду желтый ярче чтобы объем ему дать и оранжевый могу объем дать больше кот-то рыжий вот этот шарик могу тоже сделать оранжевый больше яркий насыщенный надеюсь у меня синий просох смотрите когда я второй раз прохожу по одному и тому же цвету он становится насыщенней потому что как одна пленочка на другую ложатся и за счет этого уплотняется цвет становится ярче по краю больше цвета добавляем можно даже красный добавить вот смотрите если добавить красный в этот оттенок он расползется будет еще выразительнее этот переход от темного краешка к более светлой серединке и опять протираю блик вот здесь особенно на голубом на синим вот этот цвет я потом могу сделать насыщенней сейчас могу желтый чуть-чуть поярче сделать отмыла кисточку хорошенечко потому что желтый у нас светлый цвет легко окрашивается грязной водой делаю его насыщенней если я сразу не угадала с оттенком я всегда могу по просохшей краске еще раз добавить поэтому в акварели мы всегда начинаем со светлых оттенков темнее сделать не сложно можно всегда добавить более яркий насыщенный цвет а вот светлее уже сделать нельзя будет и в этот желтый я немного по краю добавлю более темный но с маленькими детьми не обязательно вот так вот прорисовывать оттенками разными достаточно один раз залить чтобы чтобы понятно было что акварель это прозрачная краска и что накладывая один цвет на другой вы получаете сочетание вот смотрите как вот здесь желтый стал уже совсем другим веревочки не надо рисовать цветом мы их сделаем ручкой чтобы они получились тонкие мой рисунок весь просох я беру линер у меня фабер кастл эко пигмент восьмой 08 и делаем нос коту зрачки точечки точечки на щеке усы если не пишет мы его расписываем там на бумажке не очень хорошо по акварельной бумаге он пишет можно конечно лайнером кистью это сделать вот так вот вот так вот здесь ему несколько ворсинок сделаем коготочки здесь могу кое-где так для смеха ворсиночки ему добавить ну чтобы он совсем уж пушистым был веревочки которыми он перевязан я думаю стоит его перевязать нескольких местах чтобы понадежнее было бантик с ниточками ну и веревочки к шарикам вот мне нравится больше когда это линером рисуется или ручкой чем кисточкой кисточкой вы не сделаете тонкие линии они будут грубо смотреться больше нравится линером я все время путаюсь кто из них линер кто лайнер кисточкой и вот эти ручки обрисовываем вот по фактурной акварельной бумаге он не очень хорошо рисует конечно какие-то шарики можно обвести какие-то оставить так без обводки у нас получится такая графичная работа очень хорошо акварель смотрится с графичной проработкой так еще здесь ну и сразу же я хочу прорисовать вот эти дома я могу на домике сделать сразу какую-то прорисовку графическую полосочками могу отдельно сделать хотите ромбики можно сделать галочки треугольнички или чешуйки как у рыбы можно чередовать главное в графике задать какой-то ритм вашим элементом получается декоративная работа у нас ну а здесь я просто ромбики сделаю вот такая крыша у меня будет загадочно можно так так флюгер рыбка обвожу этот линер или лайнер эта ручка не смывается водой и поэтому если есть желание то можно легко тонировать рисунок рисунок уже после того как вы нарисовали тут какую-то можно даже не закрашивать так как у нас все таки кот главный герой на нашей работе и поэтому можно оставить не цветной можно нарисовать трубу и для зубы и его и в в в в в в домики могут быть любыми может где-то там на заднем плане будет часовня ну я бы не увлекалась сильно деталями пожалуй этого хватит вот такой код у нас получился ну и после того как вы закончили бумага легко снимается дешевую акварельную бумагу скотч может немножечко испортить все равно ее лучше конечно приклеивать так она будет удобно работать или хотя бы кнопками закреплять на дощечке на основе какой-нибудь вот такая работа вышла чтобы все это было просто ну там это там 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 Продолжение следует...